Привет дорогие друзья! В Запорожье на активистов нашей партии было совершено нападение. Нападение было совершено с ножом. Нападавший вел себя абсолютно неадекватно. На место моментально выехала полиция. Вот объяснение нашего активиста. Он стоит, держит в руках флаг, флаг порезан. Он с ножом, нож вот такого размера. Он с родной или? Нет, он с чекли. Он его расчеклил, сразу расчеклил, резанул. А вы не отрисели такие, спасибо. И нет, он из кармана его буквально достал и сразу. Да, да, да. Я даже не успел сориентироваться. Я просто на народ бежит. Детский товар. То есть это невменяшка. Вполне мог и ножом нанести удар не только по флагу, но и по самому человеку. Он ходит с ножом. У него есть примеры для подражания. Тот же Стерненко, отмазываемый генпрокурором и так далее и тому подобное. В этом случае, слава богу, что он не нанес никому телесных повреждений, а просто в общественном месте, где гуляют люди, он нанес удары по флагу. Вы не видели, он поделился за пешеходом. Он вышел, ушел в этот переход, спустился вниз и пошел в эту сторону. Один ушел? Один, он, да. Дальше за женщину расскажи. Нет. Женщина, которая с плакатом приходила. Сразу после него? Да. После него сразу подошла женщина с каким-то таким плакатом, ну буквально только он отошел. Иначе там даже, что это было, там враги какие-то, про Россию, про Россию, там где-то что-то такое, вот, как, при Кремле. То есть там был не один сумасшедший, там была группа упоротых, и подошла некая барышня с каким-то плакатом, начала рассказывать про Кремль, про Россию, показывала этот плакат, ну и так далее и тому подобное. Ну то есть пыталась вот этот вывалить весь набор штампов, которые имеют такое же отношение к нашей политсиле, или, например, ко мне, как к, я даже не знаю, с чем сравнить. Расскажи, что вчера случилось. Вчера мы раздавали газеты от партии Шария, и через 40 минут к нам внезапно, ну когда мой коллега отлучался, раздавать газеты на остановку к палатке сзади подошел неизвестный, и я увидел буквально периферийным зрением, что он уже достает нож из ножен и направляется к нашей палатке. Я развернулся в этот момент, он уже шел к флагу, я понял, что он собирается сделать с флагом, ну и флаг сразу так пытался задрать наверх, ну он начал махать ножом в мою сторону, но мне пришлось отпустить флаг, поскольку он представлял явную угрозу для безопасности. Он ухватил вот так вот сбоку, ну за низ вот этот флаг, он же у нас сверху вот так вот висел, он ухватил его за низ, и вот так вот его начал полосать вверх, ну так пару раз вверх-вниз и так вот сделал, буквально за три секунды это все произошло, и он ничего, а, я забыл сказать, он молча подошел без слов и всяких там высказываний. То есть сразу напал? Сразу напал, да. И потом что он сделал? Потом, как только он это сделал, он развернулся и направился в сторону перехода, быстрым шагом. А ты за ним последовал? А я за ним, да, я его еще на полдороге догнал, даже остановил. Угу. И какая аргументация, что он вообще сказал? Он сказал, что шари педофин. И все? Да, слово и побежал. То есть невменяшка. Какая-то сумасшедшая невменяшка бегает по городу Запорожью с ножом. Невменяшка, опять-таки повторяюсь, явилась не одна, пришла какая-то телка, где женщина с плакатом про Крым. Дальше буквально через минуту подошел мой сопартиец с остановки и увидел, что, ну, пласт разорван, разрезан. И мы приняли решение вызвать полицию. Буквально через две минуты после произошедших событий к нам подошла женщина, которая с непонятным плакатом на английском языке, суть которого она не объяснила, начала, ну, достала телефон и начала делать видеосъемку порванного флага, палатки и меня. Я так понимаю, что они делали отчет для чего-то или для кого-то, да? По всей видимости, эта организация, которая отправляет этих вот невменяшек, она осталась, наверное, удовлетворена таким флешмобом или что это, что это было вообще? И каким боком ваша тетя к нам касательно Крыма? Что вы вообще все хотите, конченые? Впрочем, я не против. Чем больше таких нападений, я думаю, тем лучше. А полиция потом приехала, насколько быстро вообще, насколько быстро они отреагировали? Полиция приехала буквально через 7-8 минут, как мы ее вызвали, а мы вызвали ее через две минуты, как вот ушла эта женщина, ну, через три минуты, как этот нападавший убежал в переход. Полиция приехала сразу, она приехала в составе нескольких групп, одна группа сразу направилась на перехват, так как у них уже оказалось известно, ну, лицо нападавшего попало на камеру, ведя съемки в переходе. Теперь касательно работы полиции. До этого ни разу, на моей памяти, возможно, я что-то забыл, я не помню, чтобы полиция сработала настолько круто, оперативно и четко. Они моментально по пути следования этого больного, да, степень меняемости, я думаю, определит экспертиза, суд, да, по пути следования этого больного, они моментально изъяли, как я понимаю, видео с камер наблюдения, установили его лицо, сразу же начали искать, кто это может быть, и я так понимаю, они узнали, кто это. А на месте тебя допрашивали? Как только приехала полиция, сразу меня начали допрашивать, что произошло, как я еще сообщил, ну, своим сопартийцам, они начали подтягиваться все, и тоже полиция начала допрашивать, когда произошел звонок, в какой период времени, чтобы установить момент, когда нападавший именно совершил преступление. На фото к нам попала барышня, которая была с плакатом, она подошла, опять-таки повторяю, постояла, поснимала и убежала, да, вот это вот она. Ну, а теперь, что касательно второго гражданина, социально ответственного, который подходит, режет флаги партии шария, выкрикивает слова, абсолютно бессмысленные, рандомные фразы и убегает после этого. Мы выяснили, я, конечно, не буду показывать конкретно, где он живет, но это несложно узнать, да, что человека зовут Устинов Геннадий Сергеевич, он 71-го года рождения, то есть ему, сколько, 48 лет, 48 лет, а занимается он вот этим. Вот его фотография, и, как вы видите, вот 185 где-то у него сантиметров рост. Вы видите, что фотография, это сделано, ну, это непростая, да, фотография, и вы абсолютно правы. Эта фотография непростая по той простой причине, что Устинов Геннадий Сергеевич, 71-го года рождения, ранее судим. Не работающий, ранее судимый по статье 185, часть 3. Это кража личного имущества граждан с проникновением в жилье. В 11-м году он был осужден, и от срочки приговора, то есть у него был условный срок, этот условный срок прошел, и в 14-м году все, тема была закрыта. И вот теперь новая тема. Я лично вижу в этом нападении, это равно как и мои юристы, 296-ю статью однозначно, причем часть 4-ю, потому что он заранее заготовил орудие преступления и общественно опасным образом, да, начал нападать из мотивов просто неуважения к обществу. Я точно знаю, что правоохранители продолжают работать, ну, просто идеально по этой теме. Мы будем следить, конечно же, и мы, конечно же, проследим за тем, чтобы этот гражданин получил наказание, то, которое предусматривает Уголовный кодекс. Не больше, но и не меньше. Мой однозначный респект, я думаю, все люди, которые поддерживают партию Шария, тоже могут сказать респект запорожским правоохранителям. Я думаю, что нередко киевским правоохранителям стоило бы поучиться у запорожских. Это искренне и от всего сердца. Спасибо просто за службу. Подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. Пока. Там, 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 где живут, там, куда стучат. Давай, ну иди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok